В Мирном специалисты Республиканского Центра Развития Семейного Устройства провели обучающий семинар, посвященный психологической поддержке приемных семей. Чему они научили мирненских психологов, расскажет Наталья Николаева. Школу приемных родителей в реабилитационном центре Харэскал создали в 2013 году. Этого требовало законодательство. Прежде чем взять ребенка в семью, родители должны пройти психологическую подготовку. Теперь в каждом муниципальном образовании республики есть подобный центр. За советом сюда обращаются и те, у кого проблемы с родным ребенком. Мы еще раз приехали сюда для того, чтобы поработать со своими коллегами, с психологами социально-реабилитационного центра Харэскал, с психологами центра доверия. И так как мы работаем с замещающими родителями, с детьми-сиротами, с детьми, оставшимися без попечения родителей, то и цель нашего приезда – продолжить технологии проведения школы приемных родителей. Это кандидатов, которые желают принять в свою семью ребенка именно с психологами. Сейчас в столице Алмазного края шесть приемных семей. Психологическую поддержку им обеспечивают специалисты центра доверия. На занятиях будущие родители моделируют и обыгрывают различные ситуации. Мы все понимаем, что воспитать приемного ребенка – это не то же самое, что воспитывать своего кровного ребенка. Тут есть определенные нюансы, и очень часто люди, которые хотят взять ребенка, они просто-напросто об этом не знают. И на второй ступени нашего семинара мы будем говорить с психологами и об этих очень интересных психотерапевтических тонкостях. Написать судьбу ребенка с белого листа стремятся все приемные родители. Но далеко не у всех это получается. Очень важно, чтобы в процессе психологической подготовки они в полной мере осознали всю ответственность принятого ими решения. Обучающий семинар психологов получился универсальным. Кроме работы с приемными родителями, специалисты центра доверия получили много полезного и для своей повседневной работы. В процессе тренинга коснулись проблем семейных отношений, подросткового периода и конфликтных ситуаций в школе.